Микс Ньюз. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. И да, как я уже объявил, мы сегодня обсуждаем вопрос о том, о инициативе, о возможном проведении референдума о распуске Сейма. Уже около недели собираются подписи граждан Латвии за возможность проведения этого референдума. И на сайте Латвия ЛВ сейчас показатель около 40 тысяч подписей, чуть меньше, если я не ошибаюсь. Вчера было 38 тысяч подписей, сегодня 39 тысяч чем-то. И первый вопрос, собственно, как вы относитесь к этой инициативе, как вам кажется, насколько она логична и насколько она принесет пользу или наоборот вред Латвии? Ну да, но я уже публично сказал, что, в принципе, я как депутат и как гражданин относился позитивно к этой инициативе. Я считаю, что это демократия, и если у нас с отверстием положено, что такая процедура может быть, и гражданин не может выявить инициативу. И тем более, что так много людей сейчас подписывается, я думаю, это вполне легитимно и нормально, что народ указывает депутатам свое место. То есть то, что сейчас происходит, просто собираются, конечно, подписи только там и что до оферендума надо дойти, и что референдум, и не знаем, как это все кончится. Да, 155 тысяч подписей собрали. Да, и потом референдум, и там тоже должно быть какая-то... 450 тысяч. Явка должна быть. Да, да, да. Так что, так что, ну, этот процесс очень нормальный. Так сказать, народ указывает депутатам, вы работаете плохо, и вот мы сейчас вас отпустим. Будет ли это, не будет, это уже другой вопрос. Ну, это вполне соответственно нашему конституции, и это демократический процесс, который вполне нормальный. А вы сами подписались? Да, я уже подписался. Господин Бондарс, а как вам кажется? Я считаю, что каждый политик должен, ну, проснуться утром и быть готовым идти на предвеборную гонку. Это просто азбука. Азбука... В любом случае, да? Азбука политики, и если большинство избирателей посчитает необходимым отпустить парламент, то так и будет. А вы подписались? Я не подписался. Не собирались? Я считаю, что, в принципе, Латвия сейчас живет в такой ситуации, что, ну, не о чем подписаться. То, что предвыборная гонка была с достаточно большим количеством популизма, это факт. И, конечно, ожидание людей было, ну, скажем, в гору, ну, сдать, ну, загнанное в гору. И потом, конечно, после выборов, таких выборов люди хотят очень многое, чтобы исполнилось. Но, знаете, чудеса не происходят. Вот вы уже, наверное, правильно заметили, что каждый политик должен быть готов к тому, что завтра выборы, да, очередные или неочередные. Наверное, каждый политик еще должен, ну, думать, анализировать, что было сделано неправильно, правильно. Да, вот на ваш взгляд, вот в этом процессе, ведь просто так это не происходит, да, есть какие-то инициативные группы, можно сказать, что они, не знаю, заинтересованы, чтобы были внеочередные выборы, поскольку они сами не представлены в парламенте. Можно так это объяснить. Ну, наверное, раз так много людей подписалось в первые дни, наверное, чем-то они были недовольны, вот на ваш взгляд. Не только ведь медики там подписывались, медики еще даже не начали по существу свою акцию. Как вам кажется, все-таки какие-то ошибки были допущены? Я думаю, что политики всегда допускают ошибки. Там нет вопросов очень много, поляна очень большая и вопросов очень много. Так что там не ошибиться, можно только ничего не делая. Ну да, но если мы смотрим, в принципе, то, что не было в другие разы, но такие обещания перед выбором не были, то есть сейчас эти тысячи, которые подписались, почти 40, это они не подписываются, потому что это две такие маленькие организации заявку дали. Да, они даже забыли, кто это подавлял. Да, в прошлый раз они собрали 3,5 тысяча за один год. Сейчас за неделю 40 тысяч. Так что это вообще не связанные вопросы. Но то, что было, как уже Мартынчу, это был такой популизм, но этот популизм уже было чур-чур много. Но если мы смотрим, били вещи, которые невозможно выполнить, это ясно, если насчет денег, там обещали 500, 500, но там надо миллионы, и, конечно, мы видим, что коалиция не хочет дефицит бюджета увеличить, это если смотрим, били вещи, которые невозможно выполнить. Но там и били вещи, которые можно выполнить, например, если мы смотрим, сокращение министерств, там деньги не надо такие, там даже можно деньги сэкономить, но то, что сейчас люди, они поверили, что кто-то будет, а потом они видят, ничего нет. Если мы смотрим, например, там были из других партий обещания, давай Совет-Коалиции мы, так сказать, как институции вообще выключим. Но Совет-Коалиции работает, там вчера я включил телевизор, там все стоит партия-Коалиции, так что я думаю, что на этот трасса немножко быстро и перегнали эту, ну как сказать, палку в другую сторону, и обещания были, которые можно было выполнить, но после выборов была такая игноранция, что мы ничего не делаем, делаем все по-старому и потому и, ну, этой подписи так собирается, и как сказал... Но очень многие противники вот эти сборы подписей, или точнее те люди, которые не хотят подписываться за проведение референдума один из аргументов у них такой, что вот мы уже распускали СЭМ, это дело президент Заттлерс еще в 2011-м, кажется, году, и потом следующий СЭМ, примерно те же самые люди и пришли. У них есть опасения, у тех людей, которые не подписываются сейчас за распуск, что, ну вот мы распустим СЭМ, даже если референдум пройдет, мы проголосуем за распуск СЭМа, что придут те же самые люди, опять обещают то же самое, и опять ничего не выполнят, ничего не изменится. Вы, как человек, который подписались за распуск, за проведение референдума, вы считаете, что так не произойдет? И я считаю, что одна часть людей, конечно, будет те же самые, это и когда Заттлерс, там новая была партия Заттлерса, ну, конечно, там и били новые, но там и те, которые били депутаты, попали СЭМ, но я считаю, что это более работает как, как это по-русски, патога. Да, КНУТ, КНУТ, КНУТ для депутатов, потому что... Ну, что этот КНУТ? Нет, 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 то, что они понимают, что, в принципе, не можно плевать на народ. Сейчас многие не понимают. Я считаю, что если народ показывает, что у них есть сила, это наше из отверстия, что Конституция, что, как это, ну, власть принадлежит народу, да, это и есть время, когда это можно утвердить. Если кто-то говорит, что вот этот процесс там неправильный, там что-то стоит денег, и там, ну, посмотрим в других странах, там, Великобритания, там выборы, 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 и мы говорим, и так же мы можем пойти к выборам президента Латвии, тогда, когда всем выбирается, тогда народ может выбирать. Когда мы подходим к президенту, ну, нет, ну, понимаете, там выберет того, 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 этого, нет, нет, народу, это он еще не созрел. Ну, это вообще чушь какая-то. В 27 лет, в 28, вообще не созрел. Народ созрел выбрать 100 депутатов, и не созрел выбрать президента, и здесь тоже, почему народ не созрел, народ имеет такое право, и он должен, ну, это использовать, если народ захочет это, если не захочет это, другое дело. И, кстати, если мы говорим насчет демократы, а прыжка и дома сейчас собирается распускать. Ну, там говорят, будет, не будет. Високая вероятность. Да, 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 но если, высокая возможность, но до выборов осталось немножко больше года, и там это тоже стоит денег, кстати. Это не маленькие, если я понимаю, около полтора миллиона. Да, но там это не решение граждан. Но там коллеги господина Бондара в сейме говорит, это цена за демократы. Сейчас, когда мы говорим о сейме, там уже слишком дорого, там уже не цена демократы. Так что, я думаю, что да, это что-то стоит, это цена демократы, которую мы платим, и если мы собираемся распустить рыжку и думу, где остался немножко менее года, да, тогда насчет сейма, если народ захочет, и, кстати, рыжки и дум не будет народ распускать. Там была очень большая разница. Да, вот, господин Бондар, не кажется ли вам, что это вообще такой сигнал, сбок подписи, сигнал к тому, что может быть вообще стоит как-то, ну не знаю, пересмотреть отношения позиций или коалиции, оппозиции, потому что мы видим, ситуация все меняется, а все остается то же самое, и на те же грабли наступаем. Мы все помним дебаты где-то два года тому назад, вы сами были депутатом Рижской думы, полное игнорирование оппозиции со стороны коалиции, да, в Рижской думе, теперь все ими происходит все то же самое, и все те, которые были в оппозиции, говорят, да-да-да, нужно сократить дебаты до одной минуты, это и будет подлинная демократия. Не кажется ли вам, что ну пора как-то пересмотреть вообще кардинальное отношение оппозиции и коалиции? Не важно, в Рижской думе, в Сейме, не знаю, в Йоговской думе, где хотите. Я не знаю, с чем начать отвечать на ваш длинный комментарий и вопрос по закончании, но хорошо, я отвечу на вопрос. Я считаю, что в мире, вообще в мире, если смотреть целиком, то, ну скажем, отношения между позицией и оппозицией уже заложены в суть предвыборной гонки, в суть политического процесса, и тот, который получает 51%, он ответственный или они ответственны за страну или за процессы, и остальные, ну, говорят то, что те, которые у власти неправильно делают, те, которые у власти, то, что они бы, если были у власти, делали бы иначе, или то, что бы они делали, и то, что, ну, то, что не делается, те, которые не делают у власти, то, что бы они делали в том процессе. И все. И ресурс всегда ограниченный. Там нету столько ресурса, чтобы можно делать все, что люди хотят, ну, если достают власти, ну, это просто азбука, и то, что тот, кто достает 51%, он или они, они должны, скажем, нести ответственность. Вопрос в том, что, вот, например, сейчас, когда принимали бюджет, ни одно предложение оппозиции не было принято. Неправда. Какие были предложения оппозиции? Ну, сейчас, если бы вы мне передачей сказали, я бы принес вам предложение. Основные жалобы оппозиции были, что ни одно из их, и я поправлюсь, ни одно предложение оппозиции по поводу того, где найти финансирование для медиков не было принято. Я бы, я бы скажу иначе, в течение, в течение разработки бюджета, да, оппозиция, оппозиция, скажем, ну, наслаждалась летом, а оппозиция работала. Ну, вот просто из того, что вы говорите, выходит так, что мы выбираем депутатов Сейма, они формируют коалицию, и получается, все депутаты, которые в коалицию не попали, их, в принципе, можно уже отпустить. Ну, раз есть у нас коалиция, они все решают. А кто же будет говорить, что не делает? Ну, это не обязательно делать в Сейме, это можно делать в СМИ, это можно делать у себя дома в интернете. Просто я не очень понимаю, если вы говорите, что такое отношение к офицам. В демократии, в демократии, ну, нет других инструментов, потому что кто-то должен платить за тех, которые занимаются работой о том, что же происходит неправильно, что же не происходит вообще, и что бы они делали иначе, если бы достали власть. Это без этого невозможно. Ну, господин Краузов, вот у вас, как у депутата оппозиции, у вас есть ощущение, что вас слышат и на ваши вопросы отвечает коалиция? Не, ну, я хотел бы побольше, потому что, конечно, я понимаю, если это финальное голосование в пленарном заседании, да, там много дебатировать невозможно. Ну, я считаю, если мы работаем в комиссиях рабочей группы, в принципе, там, да, ну, я считаю, я не комиссия Бандерса, я не могу ответить, как у них там, но... Полная демократия. Ну, в тех комиссиях, где я работаю... Я даю слово всем, которые требуют. Слово, да, слово мы получаем все, но очень трудно, в принципе, убедить позиции, что вот это продолжение правильно. Иногда даже ты чувствуешь, что вот, а это вот неправильно, через какое-то время вот идет господин там Борданс или какие-то другие, почти то же самое предложение. Вот это мы, например, мы в мае, это не была комиссия, и мы в мае подали на счет единственного недвижимости, налога, где, ну, до 100 тысяч, как будто, освободите, и те, которые вышли... Поднять не облагаемые недвижимости. Да, да, да. Ну, конечно, май, все это очень плохо, потому что вот оппозиция, а потом в конце лета я слышал Бонда... Борданс. Борданс, да, сам вышел и говорит, вот, наша партия это будет двигать, это хорошее предложение. Так что я чувствую, что немножко, ну, плохо это работает уровня комиссии. Где я смотрю, у нас, конечно, демократы 20, ну, уже почти 30 лет, кстати, да, не 25, ну, у нас очень открытый парламент, тоже там все снимается, все идет, ну, и, например, я был в Финляндии в парламенте, и они тоже говорят, у них очень открытый парламент, они там, говорят, самые открытые почти в Европе, но одна вещь, что там в комиссиях, когда они дебаттируют, эти депутаты, там пресса не сидит, они там сами дебаттируют, там приглашают одного, другого, третьего, и там, ну, надо место, где эта кухня, где все-таки можно без камеры... Кулизм, кажется, без камеры, как это я слушала бы больше. Какое-то, ну, конечно, слушала, не слушала, но там дебат другой, потому что, когда появляются камеры, и комиссия все снимает, тогда, ну, если бы вы там посидели, вы видели, как депутаты некоторые себя видят, когда нет камер, и когда появляется камера, это уже шоу начинается, я должен говорить, чтобы меня сняли и вечером показали, поделить, или радио, ну, так что, ну, конечно, мы можем что-то учиться со старых стран, но культуру дебатирования, культуру отношения оппозиции к позиции, я думаю, мы можем учиться. Нам не надо учиться от Украины или из тех стран, где, ну, там и драки происходят, да, но мы должны учиться там, где это идет нормальным, демократическим, так и, ну, как процессе, да, залидным. Не, не, просто бюджетной комиссией, которой я руковожу, я знаю, что на каждой сессии есть журналист, там нет такой сессии, где нет журналистов, и просто всегда открытое, всегда открытое заседание, и я считаю, так и должно остаться, и все. Господин Бондас, да, вы все-таки опытный политик, ну, все-таки чуть поясните, да, ведь вы же прекрасно знаете, что такие концептуальные предложения, вот, как увеличение бюджетного дефицита, нужно делать до принятия бюджета, да, вот, почему ваше объединение, ваши коллеги, может быть, не вы лично решили начать дискуссии после принятия бюджета? Потому что контекстуальность ситуации, это требует. Можно чуть подробнее, пожалуйста. Ну, потому что да, но поймите, если есть ситуации, если, например, в доме есть огромное волнение, то лучше, может быть, увеличить бюджетный дефицит, чем продолжать эти волнения. То есть, в том плане, если бы медики не выходили в забастовку, если бы не начался сбор подписей, то, может быть, как бы и хорошо. Ну да, но... А как бы увидели, что есть потребность от людей? Ну, есть потребность от одной очень важной сферы народного хозяйства. Я хотел очень немножко развернуться вот к отношению коалиции и оппозиции. Такой вопрос. Когда обсуждался бюджет, во второй день коалиция приняла решение сократить время выступающих у микрофона, потому что, по мнению коалиции, слишком много выступлений, это затягивало время и так далее. И после принятия этого решения оппозиция вышла из заседания Сейма, почему вы все-таки оставили это время сокращенным, хотя основная мотивация была такая, что оппозиция мешает принимать бюджет с точки зрения коалиции. Если оппозиция вышла, может быть, это стоило вернуть время назад на длинное, чтобы подольше пообсуждать эти все вопросы? Знаете, если у некоторых оппозиционеров не хватает больше воздуха или не хватает других слов, и те же самые слова используются при любом... Только оппозиционеры вышли на тот момент, можно было обратно откатиться к пяти минутам. Знаете, но это не вопрос оппозиции и позиции, это вопрос политической культуры. Ну вот и здесь я хочу добавить, опять Финляндия. Кстати, там так строго не регламентируется, но там тоже, по-моему, есть 5 или 10 минут, но самый длинный дебат, где дебатировали в финляндском парламенте, они зафиксировали, это около 6 часов, один человек стоял, не уходил и все время говорил. Это было, когда Финляндия вступала в Евросоюз. Ну там они, конечно, культура, ну там плохая культура, но если такая права есть, если там не собирались его снять с этой трибины, они разрешили. Вот это как раз то, что господин... Это о культуре и о демократии, кстати. Я только хочу, если уж мы заговорили насчет законов, то закон, который, ну скажем, утверждает правила введения себя в парламенте, разрешает сократить эти дебаты на такой срок, который сократил этот парламент. Безусловно, но еще меня вот очень интересовало, когда во время обсуждения бюджета я пытался понять, почему вот так очень важно было до 18 ноября принять этот бюджет, почему, учитывая, что это самый важный, может быть, документ на следующий год, очень сложное обсуждение, очень много каких-то там нуждоговоренностей, но в итоге все-таки в два дня смогли ужаться, казалось немножко это механически. Почему нельзя было в пятницу посидеть там, не знаю, в субботу, может быть, или после праздников уже во вторник, почему вот надо было так именно четко 18 ноября принять? Мы бы работали и пятницу, и субботу, все, ну если, скажем, те, которые хотят дебатировать на счет вопросов, уходят, ну что же, что же получается. Дебатировать не с кем. А в течение двух дней нормально в Латвии принимается бюджет. Почему до праздников? Ну, конечно, можно тянуть бесконечно принятие бюджета, можно принять до праздников, можно принять после праздников, можно не принимать вообще, если хочется так. Ну, просто приняли сейчас, а потом вот сейчас какие-то новые находятся, что может быть, все-таки мы немножко переделаем, увеличим дефицит, там еще что-то, где-то найдем деньги. То есть, все равно это не финальный прием получается. Знаете, контекстуальность все время меняется, и в мире меняется. Если, например, Латвия включит серый список, мы все равно должны будем открывать бюджет. Серый список финансовых стран, скажем так. А есть опасность такая по применению? Конечно, конечно. Давайте мы примем звонок, у нас очень активно звонят отсутствие, мы просто, такие были дебаты интересные. Давайте послушаем. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Уважаемые господа. Вот сколько рейтинги печатают там, да, каждый раз смотрю, и получается, квалифицированное большинство против, ну, там набирает наш парламент, наш кабинет министров, там 20-22 процента плюсиков, а все остальное минус. И вот у меня такая мысль, что-то не так, потому что тогда получается надо вместе с выборами сразу проводить голосование за рост, пускай, с Сейма или там против кабинета сразу, чтобы сэкономить деньги. Я полагаю так, что не так, что с самой системой управления государством, и если бы сейчас объявился какой-нибудь Вадий Тайс, он на ура был бы принят, как в свое время был принят ульманистом, да, вот, если бы отправили кого-то там в канцре, то тоже было бы на ура народом принято. Надо изменять какую-то систему управления государством. Как? Надо, видимо, собирать ученых там или еще кого-то. Отборные, элита, это слово отборные называется. Получается, что отбирать не из кого, или те, кто достойно этих выборов, просто не хотят участвовать. Спасибо большое за ваш вопрос. Надо ли что-то менять в системе управления? Так я понял. Да. Господин Бонбас, как вам кажется? С одним словом ответить? Ответ нет. Я думаю, что Латвия выбрала такой путь управления в парламентской республике и все. Если, например, смотреть рейтинги, вчерашний рейтинг, то уже не только 7 партий попадают в парламент, как сейчас, а попадают уже 8 партий в парламент. Так что, скажем, у нас много мнений в обществе. И что, кому-то срезать возможность мнения? Нет. Хорошо. А Господин Кравт, как вам кажется, стоит ли менять модель управления государством? Нет. То, что мы республика демократическая, парламентская республика, конечно, это не надо менять, но есть очень много всяких нюансов, которые в самом управлении должны. Я уже, например, упомянул количество министерств. Кстати, коллеги, ну не ваша партия, но ваши коллеги так интенсивно говорили, надо поменьше, поменьше. Конечно, там есть возможности. Если мы смотрим на этот уровень, который, ну, министерство, правительство и все институции, у нас очень большая административная, ну как, ресурс, расходы. Ну да, расходы, потому что мы маленькое государство, но у нас все регулируется, а все это стоит. Это очень дорого стоит. Приходят люди, проверяют в хозяйстве, как тыква растет или не растет. У вас, наверное, всякие инспекции происходят. Так что, в принципе, от стороны, как парламентская республика, нет, не надо менять. Там можно говорить о выборах и о нюансах. Кстати, о выборе президента, потому что, например, я считаю, что президент должен выбираться народом, не как сейчас сеймом. Это будет демократия. Сейчас не демократия, а сейчас, в принципе, коалиция поставила своего президента. Это не президент народа, это президент коалиции. Так что, есть вещи, которые надо менять, но, в принципе, сама основа нашего государства нет, не надо менять. У меня вопрос, который я всегда стараюсь задавать нашим политическим гостям, когда у меня есть такая возможность. Вам не кажется, что сам институт коалиции, он немножко устаревает в том плане, что, смотрите, у нас сейчас в коалиции находится, скажем, партия от СТБ Парк, которая весьма либеральна по своим... Объединение. Да, объединение СТБ Парк по своим, как бы, ценностям и поставленным целям, значит, он либеральный. И вы находитесь в одной коалиции с партией, скажем, консерваторов, которые, ну, далеки очень от вас политически. И при этом, и получается, что я как избиратель, если бы я давал голос за вас, и то при этом я вижу, что вы объединяете с партией, которая далека. Почему не отдали? Может быть, я отдал, я стараюсь по своим политическим глябать. Это только что от кого-то. Ну, нет, в том плане, что не пришло ли время голосовать по Сейму, например, голосовать по вопросам отдельно. Получается, коалиция договорилась и голосует едино по всем вопросам, хотя очевидно, что по некоторым вопросам мы от СТБ Парк ближе, скажем, к согласию. А консерваторы, они, может быть, ближе и к СЗК, нежели от СТБ Парк или, я не знаю, к какой-то другой партии в коалиции. Не пришло ли время уйти от коалиции оппозиции, а по каждому вопросу голосовать, исходя из политических убеждений каждой отдельной партии? Когда одна партия достанет 51%, тогда, ну, естественным путем уйдем от ситуации. Такого никогда не будет. Ну, я надеюсь. Слава Богу. Ну, нет, я имею в виду. Господин Краузер, как вам кажется, есть ли такая возможность? Я думаю, что при этом, ну, как сказать, расклада нет, тогда что-то надо менять, потому что, ну, если смотреть, то есть партии, которые и слева, и справа, да, ну, вот, у нас даже нет и центра, потому что, например, если... Ну, есть, вот они референдум пытаются организовать сейчас. Ну, да, да, ну, да, называется просто название. Ну, например, я считаю, что, ну, вот, атысты и Байпар, они более близкие согласия, потому что, ну, так либерально, и социал-демократы тоже эту сторону, а мы, например, как ЗСС, мы более центроконсервативные, так что, мы даже всеми неправильно сидим, кстати, да, но и эти идеи, которые они партии должны вмешать, ну, не вмешать, а выдвигать, они все сейчас в таком каше мешаны все вместе, потому что, ну, как вы говорили, там, либеральные, консервативные, там, в принципе, да, 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 и если мы смотрим, какое у нас правительство, мы не можем сказать, у нас консервативное правительство, у нас либеральное, в принципе, у нас правительство никакое, и коалиция тоже там такой, ну, каша. А вот, кстати, хороший вопрос, господин Бонус, я понимаю, что только год отработал Сейм, еще вроде бы рано, если будут очередные выборы, три года до них, но, тем не менее, рано или поздно вы, наверное, зададите вопрос себе, своим коллегам, ну, все-таки вот мы либералы, а что мы, вот, с точки зрения, вот, нашей идеологии, нашей программы смогли реализовать, потому что, я помню, целый ряд инициатив, с которого выходили, но, к сожалению, большинства нет. В каждом заседании, скажем, ну, правления, объединения обсуждаются вопросы, что сделали, что не сделали. В каждом. И что? И просто это вопрос на распорядке дня каждый раз. И что делаем дальше? То, что мы не достали, не достали 51%, конечно, это одно, но то, что у нас есть возможности продвигать свой распорядок дня, это тоже, ну, большой успех. Потому что, если ты в позиции, ты хотя бы можешь на стол поставить и начинать дебатировать насчет этих вопросов. А если ты в оппозиции, то, извините, только можете критиковать. Когда вы же как часть коалиции, вам, получается, приходится голосовать за какие-то законопроекты, которые выдвигают ваши коллеги по коалиции из других партий. Бывает ли такое, что вы голосуете за какой-то законопроект, который не относится к, не совпадает с убеждениями партии? Просто потому, что вы в коалиции, вы у вас договорились. Ну, например, я вам даже пример приведу. Пример был голосование за президента страны. Явно господин Левиц не, или президент Левиц не либеральный политик. И, ну, какие-то компромиссы в этом, скажем, промисле или работе политика должны иметь место, если мы хотим сидеть у общего стола. А консервативная часть коалиции голосует за ваши законопроекты? Ну, есть, конечно, вопросы, которые мы продвигаем. Ну, например. Ну, например. Например, вопрос двух паспортов, которые я сам лично продвигаю. Есть часть партии, которая поддерживает этот вопрос. Да, ну вот есть какие-то ключевые моменты, которые пока вы никакой поддержки не получаете. Не пора ли вам быть более настойчивыми? Ну, вот то, что видит избиратель, да, даже не будучи политологом, он видит, что премьер-министр, как это повежливее сказать, публично начал критиковать госпожу Винкела, который, в принципе, защищает интересы отрасли. Ну, где жесткое заявление от СТБП, что мы не позволим, мы своего министра защитим или не защитим? У нас очень жесткое мнение по вопросу, если бы премьер-министр сказал, знаете, пора менять министра. У нас очень жесткое мнение по этому вопросу. Мы умеем говорить, как уже господин Краузе сказал, за закрытыми дверями тоже. Не только в открытом форуме, но тоже мы свои разнообразности, которые у нас есть, есть эти, ну, как их называют, коллекциональные советы, и там все обсуждается. Знаете, был один главный редактор в газете, ну, и когда ему журналист говорил, ой, вы знаете, я ведь не тот думал, что я написал, ну, я там чуть-чуть ошибся. Он говорит, вы знаете, вы подойдите к газетному киоску и каждому объясните, что вы имели в виду. Вот это по поводу закрытых дверей, да, надо что-то говорить, мне кажется, и открыто. Ну, я думаю, что мы очень ясно говорим то, что вежливо это по-другому, и то, что сейчас нынешняя, скажем, политическая арена требует немножко больше грязи в коммуникации, это ясно. Но то, что наша политическая организация как-то вежливо занимается, я с вами согласен. Да, господин Краузов, вот многие говорили, когда вот Союз Зеленых Крестьян оказался в оппозиции, что вот смогут ли выдержать проверку оппозиции, не расколется, ведь там какие-то постоянные есть какие-то разногласия между зелеными и крестьянами. Вот как на сегодняшний день, какова ситуация? Я считаю, что мы, ну, то есть наши министры, наша фракция, да, она приняла то, что оппозиции, как мы видели в периоде дебатов в бюджете, с ними тоже работали наши коллеги, и я смотрел тоже очень хорошо. Ну, то, что ушло с нашей фракции, это господин Ачакш. Да, ну, я считаю, что, наверное, Венот ибо, ну, как сказать... Ну, так случается в жизни, но... Да, так случается, и мы, кстати, можем быть, ну, рады, но я думаю, что Венот ибо получила такой подарок, что, может, они не будут рады через некоторое время, так что всё нормально, что жизнь не происходит как и надо, но то, что мы работаем и свой курс держим, это ясно, и готовимся работать все три года. Оппозиция или коалиция, это зависит от очень много процессов, это не только от нас, это, как сказать, правительство может, это, постоять все три года до выборов и может и рухнуть в любой момент. Давайте мы примем ещё один телефонный звонок, потому что действительно очень много. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, но очень грустно слушать депутатов, потому что вот слушаешь их и понимаешь, что ничего не изменит, вот господин Бондарс просто жизнь прекрасна и в Крайбанке, и в Рижской Думе, и сейчас прям бантонация слышно, как всё хорошо. Значит, зелёные наверняка в следующих выборах первое место займут, господин Краузе тоже понимает это. А вот Латвия, она в Болгарии, с Румынии внизу, потом Болгария, Румынию её обойдут, потом мы с Албанией, там будем бодаться. Вот не приходит вам в голову, господа депутаты, вот всё-таки приподняться и подумать, так что происходит с Латвией. И вот может быть при каких-то социальных изменениях когда-то с вас спросят люди, что вы делаете с этой страной. Спасибо. Такое очень активное высказывание. Не, ну может быть, может быть внизу с теми странами, которые были в Варшавском пакте, да. Да, но если смотреть по бывшему Союзу, то наверху. Ну а в процессе, то есть опасения звонящего, это, понимаешь, в том, что в будущем ближайшем у нас... Мы догоняем, мы как страна догоняем, а это быстро не происходит. Да, эти процессы... Но мы сейчас в прогрессе или в регрессе? Ну, если у нас воловой продукт растёт быстрее, чем в других этих странах, которые наверху, это можно сказать, что в прогрессе. Нет, ну я согласен, что по воловому продукту мы, если смотреть на бывшие страны Советского Союза, Эстония, Латвия, Литва там наверху, но есть очень многие процессы, которые, ну, мне тоже... Ну, я думаю, что мы идём в неправильное направление. Конечно, люди от села уходят, там ещё уезжают с Латвии. И я считаю, что, например, то, что сейчас происходит с банковым сектором и предпринимательством, конечно, там это МОН и ВАЛ и всё остальное, это очень важно. Ну, мы уже с одной стороны заехали в другую, потому что если нормальные предприятия уже не могут открыть счета в банках, если, которые бизнесом занимаются с Востохом, они продают нормальные вещи, которые производят Аэросоюзы, и как у них делка, например, там с Казахстаном или с этими странами, они попадают в какие-то списки, где у них банки просто говорят, давайте мы лучше закроем ваши счёты, вы идите где-то в другое, я знаю предприятия, которые ушли с Латвии, вот это проблема. Так что мы, кстати, ну, мы когда говорили, ФКТК, новая начальница, и мы, ну, это, наверное, господин Бондар знает, реальная ситуация, я сам пошёл в банк, хотел открыть счёт, не для персональной, но для организации, они целый месяц сейчас будут меня проверять, и всё около, что кругом меня, да, я... Может быть, это как раз хорошо, а вдруг пошёл будет какой-нибудь человек, открыл бы для организации непонятные... Нет, ну я понимаю, опаснёк, может быть, оппозиция, я там много говорю, но если приходит нормальный европейский предприниматель... Ну всё равно нужно это проверить, нельзя же просто доверять нас. Ну, нет, конечно, ну это уже слишком, например, предприниматели из Австрии, я знаю, я говорил, они привозят Латвии инвесторов, которые хотят Латвии кладивать, и этот инвестор должен сидеть, например, как это, Пилсон, им с миграции, из лет порвал, да... Управление гражданом с миграцией, да... Да, 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 очередь, там два часа ждать, чтобы его приняли, но он инвестор, он приехал в Латвию, и 100 миллионов, да... А если бы он ещё хотел счёт открыть в банке, тогда получил полный пакет удовольствия, у меня один иностранный дипломат рассказывает, что он никак не мог открыть счёт, он говорит, а вообще вы в курсе, что есть такая Венская конвенция? Она говорит, вы знаете, у нас есть рекомендации про Венскую конвенцию, я ничего не слышал, вот так он ушёл, счёт не открыли ему. Ну да, вот это ситуация, которую мы должны решать, так что я считаю, что это был ответ на то, что звонил господин, я думаю, что у нас очень много проблем и мы можем, ну, в принципе, сейчас мы идём в неправильном направлении. Я вот хотел просто уточнить по поводу, вы оба упомянули внутренний валовый продукт, и он действительно у нас растёт на душу населения, но, возможно, это ещё связано с тем, что у нас население уменьшается, потому что чисто математически население становится меньше, и, конечно, ВВП на душу населения растёт, потому что мы много слышали заявлений о том, что бюджет у нас самый большой за последние годы, и при этом мы видим, всё равно денег не хватает учителям, денег не хватает врачам, денег не хватает МВД, денег не хватает спасателям, денег не хватает на реформы, и ещё, и ещё, и ещё. То есть, это какое-то, получается, противоречие. С одной стороны, бюджет самый большой за все годы, а с другой стороны, вдруг оказалось, что нам ни на что не хватает. Или это не внезапно, просто это мы невнимательные только сейчас заметили это. Я думаю, что мы тратим деньги там нигде, не надо тратить. Я уже говорил, у нас слишком много всяких институций, всяких, которые требуют денег. Каждый контроль, который происходит, ну и приходит к предминателям, ну всё равно, это всё стоит. Каждое движение стоит, каждый чиновник это стоит. И, кстати, то, что и говорили коллеги господина Бондарса, что надо сокращать чиновников, надо сокращать министерства. То, что я, кстати, не начал сегодня. Это процесс для каждого из нас, который налогоплательщик, государство стоит намного больше, как стоит Германия, Польша или других государствах. Господин Бондарс? Какой был вопрос? Вопрос был, как так оказалось, что бюджет самый большой, а нам ни на что не хватает. Знаете, бюджет, если сравнить, ну, сравнение с 20 годами тому назад, у нас бюджет 4 раза больше. Ну, а расходы всё равно мы не можем... Работая в бюджетной комиссии, никого не встретил, кто сказал бы, знаете, у нас слишком много денег. Всегда, всегда хочется больше. Хорошо, просто... Ну, знаете, как парадоксально, да, но что работаешь, два бюджета приняли в этом году, а никто не сказал, что вот денег немножко много. Такой ещё вопрос, тоже с этим связанный. Всё никак, я тоже у многих спрашиваю, вижу в интервью другие мои коллеги задают эти вопросы, я никак не вижу ответа хорошего, на мой взгляд, понятного, по крайней мере. Был принят закон, уже это расхожий факт, что был принят закон о том, что финансирование медиков должно быть таким определённого уровня. Потом приняли бюджет, который оказался, не хватило финансирования. Это понятно, можно объяснить. Но этот закон принят, и он не выполнился. Если обычный гражданин нарушает закон, его за это наказывают в правовом государстве. Кто должен быть наказан за неисполнение вот этого закона? Или никто, это просто мы ошиблись, больше такие законы принимать не будем. И как это объяснить простым гражданам, что можно, оказывается, не выполнять закон, и никто за это наказание не понесёт? Господин Крауза, может быть, вы начнёте как оппозиция? Да, но ситуация такова есть, что Сейм уже очень, я даже не помню, сколько лет не выполняет многие законы. Например, у нас есть всякие законы, ну не всякие, а много законов, где проценты поставлены, сколько должна какая-то отрасль подлочить. Мы можем, кстати, пойти в медицину, к сельскому хозяйству, где национальные субсидии должны быть, и государство очень долгие годы это не выполняло. Но дело в том, что, как и господин Борднас говорил, у нас там всякий порядок, есть закон, сколько минут мы сейме можем говорить, этот закон принял сейм. И сейм сам иногда меняет, это, конечно, меняет... Но если закон о том, что можно уменьшить количество минут, а закон о том, что можно уменьшить количество какое-то, или поменять процент финансирования, его, я так понимаю, нет. Ну, я говорю, вот сейм коалиции, те, которые власти, они считают, что это можно не выполнять, потому что закон бюджета выше, как это специальные законы. Очень простое, так сказать, объяснение. Господин Бону, у вас есть что добавить, или господин Краузов все правильно сказал? Знаете, есть немножко, или большая разница между том, что думает парламент, и то, что возможно в реальной жизни. Это никто не гоняет. И, конечно, правительство, и закон продолжения, продолжения политики, той политики, потому что мы живем в парламентарской стране, это политика парламента. И, конечно, если парламент сейчас, ну, посмотрите, то, что господин Краузов уже говорил, есть несколько законов, или 11-12 законов, где парламент говорит, нужно больше. Например, науки нужно больше, а больше нету. Так вопрос в том, а зачем, ну, тогда отменить эти законы? Потому что у нас есть законы, я так даже больше... Попробуйте отменить. Вопрос лишь... Я очень извиняюсь. Нет, я понимаю. Попробуйте отменить. А, как говорится, те люди, насчет которых приняты эти законы, они говорят, хорошо, что хотя бы есть намерение, намерение повисить, скажем, зарплаты врачей, зарплаты учителям. Намерение, это прекрасно, но я просто смотрю с точки зрения обычного... Я политикой не занимаюсь, я не политик, вот, только вот сколько в журналистике приближаюсь к политике, столько я и понимаю, как обычный избиратель, гражданин, я просто вижу, что есть законы, и они не выполняются, и за это никто не несет ответственности. У меня вопрос, и не у меня одного судя, потому что творится в интернете, и по сбору подписей, как это может так быть? Законы, это продолжение политики. Если мы хотим менять что-то, и, конечно, если смотреть по сути, то у нас очень яркая проблема в течение 10 лет в сфере медицины. Очень яркая проблема... Не только медицины, но... Очень яркая проблема в сфере образования, потому что то, что произойдет, очень многие из тех, которые сегодня трудятся в этих отраслях, они пойдут в пенсию. Да, да, да. И, конечно, у нас молодого поколения нету, которое меняется, и нету из-за того, что не хватает финансирования. Каждый день, каждый день свыше миллиона евро недофинансируется медицина. Это огромная цифра. Огромная. Это 400 миллионов в год. Да. Ну и что с этим делать? Что с этим делать? Ну, во-первых, ответ – это экономика. Если будет расти экономика, то у нас будут возможности тратить больше на медицину, на образование, на другие вопросы, которые у Сейма есть намерения. нету других вариантов. Расти экономику. Господин Краузов, ваше завершающее слово, это нам нужно заканчивать эфир. Что нужно делать? Надо тратить деньги в правильных местах, там, где у нас это приоритет. И, например, атыст и байпар довольно хорошо. На медицину надо было и ставить. А я понимаю, что они не могут коалиции, а там Каринч хочет где-то в другом месте и все. И, в принципе, можно было найти деньги, если это другие партии, которые коалиции, наверное, не стукнули кулак на стол и не сказали, нет, мы тоже хочем дать, например, Борданска. Давайте партиям давать деньги. Ну, а там тоже были 4 миллиона, которые можно дополнительно дать медицине. И я верю, что атыст и байпар наверное бы выбрала приоритет, который у них. И было бы деньги в медицине, но там всякие, шайка там пришла, всяких таких, ну, как там, Борданов и других, да, и не дает деньги. Спасибо. У нас в гостях были депутаты Сейма, Мартинч Бондарс и Арман Скраузе.